Всем привет! Сегодня мы с вами будем лепить Рафаэлку и поможет нам в этом обычный детский попрыгунчик. Я беру пластику такого карамельного цвета, это у нас будет вафля, которая находится внутри нашей Рафаэлки. И очень-очень плотненько обклеиваю ей, облепливаю наш попрыгунчик. Лезвием я срезаю лишнее, оставляя форму полусферы. Подравниваю края, убираю лишнее, чтобы у нас не было нигде утолщений, чтобы толщина была наша равномерная. И беру белую пластику, разминаю ее хорошо и раскатываю на пасту машины. Толщина примерно миллиметра полтора у белого слоя. У карамельного слоя, тот который будет у нас с самой вафелькой, примерно миллиметр, может тоже полтора. Облепливаю сверху и опять срезаю все ненужное. Такой декор всегда выигрышно смотрится на сладких баночках, на ложке, если сделать отверстие, пока глина сырая, чтобы потом просунуть ручку от ложечки. В общем, очень классный дизайн, очень выигрышный. Рафаэлла любят многие, поэтому такой классный дизайн. Своим инструментом с маленькими иголочками я прорабатываю текстуру вафельки. Я сильно не взрыхляю и сильно не давлю, совсем слегка, но текстура уже проявляется и ее в принципе видно. Это мой кремушек. Просто самый простой способ сделать крем, это берете фимогель, жидкую пластику, фима. Смешиваете его с белой полимерной глиной. Постепенно, сначала в руках добавляете, добавляете, когда становится слишком жидкой, перекладываете в подобную, как у меня, посуду. Желательно, чтобы это была керамика, не пластик. Потому что с некоторым пластиком полимерная глина не дружит, она их разъедает в сыром виде, если она... Перекладываете вот такую посуду и добавляете фимогель, пока не появится, не получится у вас нужная консистенция крема. Оставляете, я оставляю, потом закрываю крышечкой. Это блюдце и он хранится идеально. Можно хранить не один год. Если со временем он немножечко густеет, можно заново добавлять фимогель и размягчать. Сейчас покажу вам, какая у меня есть кокосовая стружка. Значит, взяла я полимерную глину, запекла ее в половину времени, то есть на упаковке написано запекать 30 минут. Я запекла в течение 15 минут, достала и еще в горячем виде натерла ее на терку. У меня получилась очень такая интересная стружка. Ее можно использовать и при других каких-то сладостях при изделиях. Хранится она тоже просто, она твердая, ну то есть в принципе она запеченная. Потому что в сыром виде полимерную глину сложно натирать. Она где-то прилипает, она не такая рассыпчатая. А если полностью полимерную глину запечь, ее потом сложно натереть, потому что она слишком уже твердая. А вот на середине как раз, мне кажется, идеальный вариант. Я сразу натерла много, пересыпала в баночку. И по мере надобности я не переживаю, что мне еще надо какую-то стружку сделать, там нарезать ее или еще что-то. Просто достаю свою баночку и использую. У меня ее еще много, я думаю, мне надолго хватит. Теперь эту полусферу я буду запекать, потому что можно было бы ее заполнить уже и в сыром виде, но не хочу. Я боюсь ее где-то помять, где-то испортить. Поэтому я лучше ее запеку. И потом продолжу работать уже, когда она будет в твердом виде. У меня вот такой таймер, кстати, рекомендую. Очень удобная штука. Пользуюсь им года два. Покупала на Алиэкспресс за доллара три примерно. Нет, нет, долларов пять. Вот где-то я отдала за него. Очень удобная вещь. Вообще ни разу не подводил. Звенит на весь дом слышно. Поэтому, если что, можете заказать себе. Пока запекается у нас наша Рафаэлка, мы сделаем косточку, орешек наш. Очень удобно работать на стекле. Если вы еще не приобрели себе такие стеклышки, я очень рекомендую. Именно стеклянные. Потому что продаются в магазинах полимерной глины акриловые. Они поначалу очень тоже блестят. И они очень похожи на стекло. Но они очень быстро портятся. Они мутнее, царапаются. Ну, по крайней мере, мой опыт показал, что это не самый лучший вариант. Проще пойти в стекольный магазин. Заказать там несколько стеклышков размером 7х7 см. Я заказывала 10х10 см. Побольше вам сделают. Это сущие копейки стоят. Зато они вам прослушатся. Обязательно надо попросить, чтобы обработали края стеклышек. Потому что можно потом порезаться. Не обработали их. Они не острые. Текстуру на орешки, значит, я заканчиваю. Наш орешек должен тоже быть максимально натуральным. Теперь беру пастель сухую и сухую кисть, которая предназначена у меня для коричневых оттенков. И с помощью сухой пастели будем теперь делать наш орешек таким реалистичным-реалистичным. Я очень люблю пользоваться пастелью. Ну, она добавит объем, добавит реалистичность любому предмету. Что бы вы ни слепили. Будь то человечек, будь то цветочек, косточка, пирожное. Абсолютно все. Если грамотно пользоваться пастелью, она добавит натуральности. Сделает изделие реально живым, настоящим. Нижнюю часть косточки я не обрабатываю, потому что этой частью она ляжет в крем. Как бы там ни за чем это делать. Вот, готово. Наша Рафаэлка уже запеклась. Она твердая, жесткая, не ломается. Теперь можно заполнять. Чтобы не расходовать крем, который у меня уже есть, я заполню полимерной глиной, которую я использовала во время нашего сегодняшнего процесса. Вы можете заполнить эту часть, кстати, фольгой. Вы просто не хотите сейчас искать фольгу, бегать. Поэтому заполню уже глиной. Но фольга, во-первых, облегчит изделие, во-вторых, сэкономит вам глину. Аккуратно кремушек укладываю. Чтобы он красиво смотрелся. Такими гладкими волнами по кругу. И укладываем нашу косточку. Очень простой и легкий мастер-класс. На ложках очень выигрышно Рафаэлка смотрится. Много у меня было сделанных Рафаэлок на ложках. Разлетались они, подарки брали. И смотрится очень классно. Пробуйте, старайтесь. У вас все обязательно получится. Пользуйтесь моими советами. Вот такая красивая конфетка у нас получилась. Хочется ее съесть. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Спасибо, что вы со мной. Всем пока.